Здравствуйте! В студии Евгения Фахурдинова. Вы смотрите «Новости русского мира», и я расскажу о самых интересных событиях этой недели в этом выпуске. Фестиваль «Таврида-арт» объединил жителей России. Москва празднует 873-летие. Шахматная гостиная прошла в русском центре города Старозагора. А теперь более подробно об этих и других новостях. Жители и гости столицы традиционно отмечают День города в первые выходные сентября. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось подкорректировать праздничную программу. Основные мероприятия пройдут в парках и зонах отдыха, а всего появится около полутора тысяч открытых площадок. Считается, что первые упоминания Москвы относятся к 1147 году. Как сказано в древних летописях, именно тогда князь Юрий Долгорукий заложил крепость в месте соединения рек Неглинная и Москва. Удачное географическое месторасположение позволило новому поселению очень скоро стать одним из главных экономических и политических центров. В этом году со дня основания Москвы мы отмечаем 873 года. Как и прежде, праздничные мероприятия пройдут в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Однако привычный формат широких гуляний изменится. Из-за угрозы заражения коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин планирует ограничить массовые мероприятия. Концерты и представления пройдут сразу во многих парках города. Такие меры помогут не допустить большого скопления людей. Для традиционных вечерних салютов подготовят также десятки площадок в разных районах Москвы, поэтому насладиться праздником сможет каждый. Примечательно, что в этом году власти решили посвятить празднование Дня города музеям – главным достопримечательностям столицы. Посетить фестиваль Таврида Арт можно, не выходя из дома. В этом году зрителями живых площадок смогли стать только жители Севастополя и Крыма. Но для всех остальных организаторы подготовили онлайн-трансляции. Творческие мастер-классы, танцы и тренинги по актерскому мастерству – все это и многое другое ждет участников фестиваля Таврида Арт. Он проходит в Республике Крым со 2 по 6 сентября. Деятели культуры, актеры, художники, волонтеры и самые активные представители молодежи уже в шестой раз встречаются здесь, чтобы поделиться опытом и принять участие в новых увлекательных проектах. Традиционно этот фестиваль становился центром притяжения для туристов. Так, в прошлом году его посетили более 90 тысяч человек. Однако сейчас формат мероприятия пришлось серьезно изменить. В качестве зрителей на фестиваль могут попасть только жители Крыма и Севастополя в возрасте от 18 до 35 лет. Я участвовала в форуме уже несколько раз и всегда оставалась под очень большим впечатлением. Но если в прошлые годы форум строился в режиме различных школ, то с этого года это формат антишколы, где стираются лишние границы между высоко поставленными экспертами и чиновниками и теми, кто только-только входит в профессию. Этим летом я съездила на киносмену форума и мне удалось взять практику по очень редкому навыку по сценической огнестрельной подготовке. Я училась работать в кадре с оружием и теперь я жду свою первую роль в боевике. Перед входом сотрудники обязательно проверяют статус теста на коронавирус, а на саму площадку допускаются не более тысячи человек в день. Для того, чтобы каждый желающий все же смог присоединиться к творческому фестивалю, организаторы подготовили специальную программу. Она состоит из четырех блоков. Это телевизионный шоу-концерт к открытию, фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск катинг-платформы «Таврида арт» и первый масштабный фестиваль креативных индустрий. Большая часть мероприятий транслируется в онлайн-формате. Гостей и участников проекта ждут интересные шоу, ночные представления, кинопоказы и выставки. Ученики русского центра города Старозагора смогли познакомиться с ведущим тренером шахматного клуба, призером и победителем множества соревнований Мирославом Митевым. На занятии дети узнали об истории этой логической игры и даже приняли участие в небольшом турнире. Игра про родитель шахмат пришла к нам из Индии. В восточном государстве она называлась Чатуранга и внешне была очень похожа на современные шахматы. Такая же деревянная доска в клетку и резные фигурки для перемещения их по диагонали. Привычные же нам шахматы появились в XIX веке. В это же время стали проводиться международные турниры, а игра стала неотъемлемой частью культуры. На занятиях в русском центре города Старозагора побывал президент шахматного клуба Марица Исток Мирослав Митев. Он рассказал детям об известных русских и болгарских шахматистах, правилах и видах этой игры. С большим интересом ученики слушали рассказ и смотрели презентацию о воспитанниках шахматного клуба. В конце занятия ребята смогли проверить свои силы и сыграть партию с известным тренером. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Удивительную историю о культуре русского языка и его развитии во Вьетнаме прислал нам Фан Гок Ан из города Ханой. Наверное, все вьетнамцы, изучающие русский язык, знают доктора наук, доцентом Гуэн Тьет Мин, которая внесла весную вкладку не только в распространение русского языка и русской культуры во Вьетнаме, но и в укрепление дружбы и развитие сотрудничества в сфере образования между Вьетнамом и Россией. Для нее русский язык – это судьба и нить, обвиняющая членов семьи. Я не знаю, чем гордиться. Наверное, гордиться тем, что я смогла за свою жизнь подготовить, наверное, тысячи учеников, преподавателей русского языка и переводчиков. Но больше этого, то я имела возможность развить эту любовь в трех поколениях моей семьи, моей дочке и то, что я черно-городящий. Педагог Тьет Мин приняла меня утром в конце лета в квартире, наполненной русским колоритом. Здесь встречаются красивые самовары, матрешки, чайный сервис, а также картины знаменитых русских художников. Доктор наук Да Цэнь Гуэн Тьет Мин родилась в 1938 году в общине Тэнь Ха у езда Шэн Тинг в провинции Куангай. В 1953 году она вместе с семьей пешком перешла на север Вьетнама, а потом училась в школе для вьетнамских детей в Гулинском округе Китая. В 1954 году 16-летняя девушка Гуэн Тьет Мин была в числе 100 первых студентов Вьетнама, отправленных на учебу в Советский Союз по распоряжению Хо Ши Мина. Можно сказать, что Россия дает мне образование, поэтому я не только люблю, но и очень благодарна России. Без нее, без русского народа и без русского языка я не стала бы сегодняшним педагогом и ученым. И можно сказать, что русский язык я люблю, потому что он как раз открыл мне весь мир. Когда мы за полтора года изучали русский язык, мы уже смогли читать и стихи, и произведения на русском языке, и в оригинале, и не только русскую культуру, русскую литературу, но и зарубежных авторов. Во всю античную литературу до сегодняшнего. Поэтому русский язык для меня – это ключ к знаниям. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Прием заявок продлен до 1 декабря. Все подробности на сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова